Музыка Все, свершилось! Капище вырыли, мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли, закрыли. Как наши предки, последователи Ефросинии и Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре, Немане, Перунов и прочих демонов. Поганого Макдональдса больше нет в Беларуси. И точка. Так исполняется потаённая. Посмотрите, ведь заверещали змогарики, завыли, застонали. Хоть и там почти все находятся, где от этих идолов не спрятаться. Заскулили, как будто их от мамкиной груди оторвали. От генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом, чтобы их глаза светились этим маслом, как у слепых и прокажённых. Значит, в точку. Значит, огнемёт попал прямо в муравейник. Было время у нашего народа, как древний Рим для европейцев. Там ходили великаны. Они создавали свои самолёты. Они одолели весь мир и освободили его от зла. Они запустили человека в космос. Они создавали ракеты, энергии Буран. Они подняли державу из руин. Они написали великие книги. Они дали народным массам образование и великую дворянскую культуру. Но в своих бесконечных трудах, в своих подвигах, в своём державном строительстве они не успевали наесться. И пришли лукавые обольстители с ничего не значащей тупой улыбочкой а-ля Корнеги. Показали на ладони жирный бургер и спросили, хотите? И народ действительно хотел. Он устал, устал быть держателем небес. Устал сдерживать адское пламя, замыкать с собой ворота, через которые рвались в мир псы ада. И народ сказал, хочу. Но лукавая змеюка в обмен потребовала совсем, казалось бы, немногое. Продайте первородство за чечевичную похлёбку. Народ наш, ещё наивный, неискушённый, верящий, что и по ту сторону фронта такие же люди, и они так же устали от войны, поверил. И нам дали Макдональдс. Жрите, 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 как можно больше жрите. Вот вам и с креветками, вот вам и с чипсами, вот вам тысячи соусов, вот вам и такая картошка, и такая, и хэппи мил, всё вам. А мы у вас заберём ваши ракеты, космос, самолёты, инженеров, строителей, науку, победу, военную промышленность, заводы, станки, земли. Не отвлекайтесь, жрите, жрите, не смотрите на нас. И народ жрал, потом пил, потом вымирал, обнищал. А капище и в Москве, и в Минске на главных улицах стояло, высилось, процветало. И не зря гадюка Клинтон, приезжая к рабу своему Шушкевичу, сходил в два места. Придуманные куропаты и подлый Макдональдс. Но что-то сломалось, что-то пошло не по их плану. Где-то они не доглядели, не досмотрели, не учли чего-то в нашем народе. И народ выбрал не бургера лицах, не чекин-смайльщиков, не говорящих хэппи-милы, а живого человека из того времени, из Рима, того, кто сопротивлялся слому этого Рима, один. И он сумел на данной ему богом земле отвезти народ от пропасти. Отвёл его от этих прилавков, где подлые лица вещают, «Ваш заказ, пожалуйста!» в бесконечном круговороте пара от масла. Он привёл народ вновь в поле, к трактору, к комбайну, к станку, к церкви, к библиотеке, к школе, к зелёным паркам в мегаполисе, к жизни не для туловища, а для души, для великой Родины. У меня пятеро детей, шесть внуков пока, ещё будет. Вот им я говорю на одном из своих юбилеев, их всех собрал, пятерых, и говорю, ну вот что я понял за свою жизнь, в чём вообще цель жизни человека. Но не в том, чтобы побольше что-то нахапать, и туда мы ничего не возьмём. Голые приходим, голые уходим. В саванне карманов нет? В чём суть? А суть в двух вещах. Первое – это подготовить душу свою для перехода в вечность, чтобы тебе там было комфортно. Вечность, а не 70 и 80 лет. Какой ты должен прийти туда, вот какой ты уйдёшь, такой ты там будешь. Это первое. Но самое главное, или равно главное, в чём цель, я говорю детям, это успеть за короткую жизнь послужить Господу и Отечеству. Больших задач у нас нет. Господу и Отечеству. Но сможет ли служить Родине обитатель Макдональдса? Ведь там действует другой принцип. Если ужин в славянской семье – это семейный обряд, это объединение домочадцев в любви, неторопливой, многоголосой, с песнями, то в этой сатанинской забегаловке есть только «Faster, faster, faster, money, money» – это унификация всего. Ведь каждая хозяйка, каждая мать, каждая бабушка приготовит любую еду по-своему, со своим тайным рецептом. И когда президент, вручая журналистам картошку, предлагает конкурс на лучшее блюдо из него, он того и хочет, чтобы национальная культура проявилась всеми красками и цветами. А там всё одинаковое. Жуй, жри, жуй, жри, напился колы и кнул, вали, следующий. И к этому приучают с детства. И вот капище не выдержало белорусской атмосферы. Свалило само, улетучилось, как бесы перед рассветом. И всё будет наше. Стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Но только место Макдональдса, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Из русских, а уж тем более с белорусов, давно спал этот туман подлого очарования. Мы искупили грех продажи первородства за чечевичную похлебку. Товарищи генералы армии России, зафигачьте калибром в Макдональдс. Может, из брата нашего третьего пелена спадет. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова